Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Как вы поняли, сегодня видео у нас будет мотивация на уборку. Как вы уже поняли, уборку я буду начинать с детской комнаты. Как видите, у меня тут полный завал и я вообще не знаю, как бы так получилось. Вроде бы поддерживаешь чистоту каждый день, но вот как-то так. Все валяется, все как-то открыто, все вывалено на полках черти что. Уборку начинаю я с того, что снимаю постельное белье. Надо бы его уже, конечно, поменять и постирать. Складываю все, убираю. Те, кто смотрит мои влоги, знают, что у нас на лето, на летние каникулы были Никита и Ярик, и мы отвезли их в школу. Сейчас я снимаю постельное как раз с их кровати, я его постираю, поглажу, сложу, и они будут ждать каникул. Так, относим постельное, чтобы она мне здесь не мешала, и начинаю порядок в шкафчике. Верхняя полочка вот как раз сейчас, где я убираюсь, это полка вещи Матвейкина. Там, в принципе, всегда у меня чисто, потому что оттуда вещи беру и складываю туда только я. Внешняя полка, это уже полка Алисы, и так как она у меня уже достаточно большая, она вещи складывает и берет оттуда сама, периодически мне приходится там наводить порядок. Вытираю сейчас пыль, везде на полочках, вот здесь вот лежат игрушки, пыли особо там нет, но все равно стоит протереть. А вот эти верхние полки, там пыль скапливается много, так как я не протираю ее каждый раз, когда убираюсь, я это делаю, ну, примерно там, раз в две недельки. Мне кажется, этого вполне достаточно. Это червячок, это у нас такая настольная лампа, но при переезде у нее сломался плафон, поэтому мы не можем никак его заменить. Там сломалось само крепление, куда он крепится, и вот теперь у меня эта лампа стоит для красоты. Навожу порядок в пенале, где у нас лежат вещи Никиты и Ярика. Наверх я сейчас сложу все постельное, одеяло, покрывало, какие-то подушечки, которыми я сейчас не пользуюсь. Этот пакет красные вещи Алисины, которые маленькие, надо будет их отдать, пока они лежат в этом шкафе. Каждый раз, когда я убираюсь, у меня появляется какая-то коробка, сейчас у меня это коричневая коробка, либо пакет, в который я скидываю все вещи, которые я еще не знаю, куда мне их положить, то есть у которых нет еще своего какого-то места. Потом, в конце, после того, как я везде все уберу, я беру этот пакет или коробку, сажусь и начинаю по одной вещи доставать, и смотреть, во-первых, нужна ли она мне или нет, и куда бы ее положить, какое-то место ей найти. Далее навожу порядок в ящиках в столе, здесь куча мусора, непонятно, откуда он туда берется, но каждый раз мне приходится их вытаскивать и вытряхивать отсюда. Нижний ящик у меня будет для пластилина, верхний, для альбома, краски, карандаши и всему прочее. Особо рассортировать здесь ничего не получается, потому что через одно использование это все перемешается, поэтому я просто просмотрела, что-то, может быть, выкинула, но я думаю, там можно было еще что-то выкинуть. Дальше компьютер, это компьютер, за которым сидел Никита, и здесь мне не нужен этот коврик, это большой коврик его, коврик игровой, и так как мы не планируем за ним сидеть или играть, детки у меня еще маленькие для этого, я его спокойно вытираю и убираю, чтобы он мне не собирал пыль. Монитор пока остается, но мы скоро его отвезем туда, к бабушке, вот, и я его просто вытираю. Это клавиатура, это клавиатура, которая не дает мне спокойно жить. Она игровая, специально механическая, и у нее, знаете, кнопки такие прям высокие, то есть это не плоская клавиатура, как вот у обычных компьютеров или ноутбуков. Здесь высокие кнопки, которые просто невозможно протереть, и там скабливается очень много пыли, и каждый раз, когда я протираю, я вижу, что там очень много всего осталось. Я не знаю, как такие клавиатуры вытирают, если знаете, то посоветуйте мне, может быть, какую-то махнотушку купить для этого. Дальше окошко. На окошках у нас висят шторы рулонные, и мне это очень нравится, хотя у нас до сих пор висит еще карниз, и, возможно, я сюда повешу какую-то легкую тюль, может быть, с каким-то детским рисунком, ну или просто однотонную белую, я, конечно, еще посмотрю. Моя мама настаивает над тюлем, но я все-таки склоняюсь к тому, что в таком варианте окно мне нравится больше, как-то больше места, мне кажется, хотя, может быть, не совсем так уютно. Протираю рабочее место, если можно так назвать, Ярослава, здесь он сидел, и мультики смотрел, и занимался, и играл за этим местом, за этим компьютером. Этот компьютер остается здесь, он нас никуда не переезжает. Играет музыка В ту коробку, где хранятся ее куклы, она это знает, и если она ищет какую-то куклу, она знает... Играет музыка 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 И без них плохо, и в то же время в них тоже жарко не очень хорошо. Тем более у нас, например, в квартире зимой очень тепло. У нас постоянно открыты окна на проветривании зимой, когда холодно, потому что в квартире очень тепло. И вот такие вот резиновые сланцы для меня это спасение. Мне в них удобно, мягко, и я уже настолько привыкла, что даже не замечаю, что у меня на ногах что-то есть. Перехожу постепенно в ванну. Сейчас я чищу щетки, у нас электрические щетки, и из-за того, что мы их ставим в стаканчик, в котором все равно накапливается вода, на дне этих щеток появляется такой желтый налет, и я его периодически оттуда счищаю. Все-таки так приятно брать щетку, когда она чистенькая. Отмываю раковину со смесителем. В принципе, ничего сложного. Я когда особо не использую таких ядерных средств, иногда, может быть, раз в месяц я обрабатываю ее от изыскового налета, то есть от той желтого налета, который скапливается вокруг смесителя. Порядок на полке с тюбиками – это, наверное, ну это не порядок, это попытка что-то рассортировать. Все равно здесь кажется, что все заставлено. Надо сюда купить шкаф, и все это дело спрятать за шкафчик, за дверкой. Тогда это будет хорошо. А такие открытые полки, вот это у меня уже какая-то вторая полка моя, и я снова думаю о том, что надо от нее избавляться и покупать что-то другое. Потому что это вариант, ну с другой стороны, для съемной квартиры временный вариант – это в самый раз. Дешево и сердито. Каждый раз, когда я наложу здесь порядок, у меня получается, что остаются какие-то 4-5 тюбиков, которыми я не пользуюсь, и я их выбрасываю. То есть каждая генеральная уборка распламляет мою полку, ну примерно там на 4-5 тюбиков. Хотя я не могу сказать, что я из тех людей, которые скупают косметику, ходовую косметику, баночки, соляночки. У меня был этот период, но сейчас он паутит, и я уже как-то спокойно к этому отношусь, и я не знаю, что мне нужно какой-то крем, умывалка, тоник, маска, и в принципе это и все. То же самое с волосами. Раньше у меня были кучи масок, масел, сейчас у меня нет шампунь, бальзам, одна маска. Вот маска закончится, и я возьму что-то другое, к примеру, а сейчас, ну зачем мне это все? Показываю вам готовый результат, ну, получше, конечно, чем было. А здесь я не забыла включить камеру, и процесс, как я убирала обувь, полку мыла, это, конечно, все не засняла. Или я удалила, скорее всего, я удалила, потому что я точно помню, что я кнопочку нажимала для съемки. Остался у меня в материале только в этот момент, когда я полисошу и мою полы. Кстати, по поводу темного ламината я никому, ни за что, никогда бы не посоветовала темный ламинат. Вот если бы я, например, не жила в квартире, где темный ламинат, я бы, скорее всего, в своей сделала бы темный. Ну, думаю о том, что на темном меньше видно грязи. На самом деле нет. Лучше брать светлый, на нем реально меньше видно пыли и грязи. Темный ламинат, это не то. В нем только в тапочках и в носках ходить. Передвигаемся в комнату нашу, нашу с Сашей. И здесь, как видите, дети активно, очень активно играли, пока я убиралась в их комнате и в коридоре. У нас уже на улице вечер, так немножко было видно окно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня пыль я вытираю перед тем, как начать пылесосить. Хотя последние дни, последние вот несколько моих уборов, я попробовала сначала пылесосить, потом вытирать пыль. И да, на мой взгляд, пыли становится меньше. Но у меня сейчас на стенке слишком много вот этой пыли и какие-то крошки. И я не только вытираю пыль, но и смахиваюсь эти крошки на пол. Поэтому я решила сначала потерять пыль, а потом заняться уже пылесосом. Чёрная мебель, чёрная вот эта стенка, это тоже нет, на будущее никогда и ни за что, очень много на ней видно пыли. И это просто напрягает, когда ты её вытираешь, и через 5 минут она просто садится, оседает обратно. И ну ладно бы она оседала, но если бы её не было видно. Но её видно, и такое ощущение, что только что я потратила время впустую, пытаясь протереть пыль, которая снова лежит на этой стенке. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, уборка у нас это поздний вечер, и так как мы живём в квартире, и у нас соседи и вверху, и внизу, и слева, и справа, в 10 часов мне пришлось всё-таки остановиться и не шуметь уже пылесосом, к примеру. Поэтому эта комната на сегодня последняя. Я быстренько пылесошу, не протираю полы. Я это не снимала, вернее, я не стала включать это в сегодняшнее видео, чтобы вы это видели. В принципе, там ничего особенного, всё как обычно. Видите, какая у меня грязь на подоконнике. У нас строится дом рядом, и так как сейчас очень ветреная погода, вся эта пыль залетает к нам в окно. Окно у меня постоянно открыто на проветривание, и если его закрыть, просто жарко. Насчёт того, чтобы повесить мокрую марлю на сеточку, у нас нету сеток на окна. Поэтому нет. Это у меня уже новый день, и утро, ещё все спят, и я включаю стиральную машинку и собираюсь сейчас мыть кухню. Как раз доделаю уборку, которую я вчера не сделала, так как уже было поздно, и у нас всё-таки работает вот это время тишины, когда с 10 уже должно быть тихо, и к этому моменту мне надо было уже, конечно, положить детей спать. На кухне я вчера всё-таки ещё немножечко прибрала, там посудку кое-где разобрала, помыла, и сегодня я занимаюсь фасадами. Глянцевые фасады. Не сказать, что на них очень много видно грязи, но всё равно пальчики остаются только так, и не знаю. Вот у меня было видео, где я говорила о том, что фасады глянцевые – это круто, их удобно мыть, их легко мыть. Всё-таки на них очень быстро остаётся пятна, и это тоже напрягает. Не знаю, идеальный фасад вообще существует для кухни или нет, как вы думаете? И так заканчиваю мыть фасады, там ещё кусочек у меня остался, но я не стала его вставлять сюда в видео. И начинаю наводить порядок в шкафчиках и в ящиках, которыми чаще всего пользуюсь. Это там, где столовые приборы, достаю всё, протираю, и там, где приборы для готовки, пложки-поварёшки. Вот этот ящик, про этот я говорю. Да, чтобы здесь тоже было всё чистенькое. Самый нижний ящик, где пакеты, где крупа, то, что какие-то банки собираются. Там тоже у меня бывает завал очень часто. Теперь я буду наводить порядок здесь. Всякие мисочки пластмассовые. И нижний ящик, это кастрюльки, как ни пытаюсь я, постоянно складываю туда, чтобы аккуратно. Но когда я тороплюсь, у меня это не получается. Кинула и побежала дальше. Давай всё аккуратненько, чтобы глаз радовался этому. Опять же, сложила, разобрала и нашла то, что можно выбросить. Вот такая у меня частота сейчас здесь получается. Оказывается, у меня там столько свободного места ещё есть. То же самое с кастрюльками. У меня ещё и осталось свободное место здесь. А вот это лишнее и то, что нужно выбросить. Какая-то старая крышка от контейнера, которого давно нету. И старая сковородка. Этот шкаф с мусорным ведром тоже я достаточно часто убираю. Потому что это мусорное ведро. И там то капли, что-то выбрасываешь такое, которое течёт или капает. И всё равно какие-то грязь остаётся. Вот это веник, когда без конца опометаешь каждый день. И потом с него всё туда сыпется. В общем, этот ящик тоже такой самый грязный. И его нужно периодически мыть. Протираю контейнер, в котором у меня стоят все мои моющие средства. Не все, но какая-то часть. Так что у меня всё расставлено там везде. В туалете для туалета, в ванне для ванны. И здесь у меня стоит такое-то, что как бы ни там, ни сям. Или какие-то запасники. Как видите, дети у меня уже проснулись и начинают меня отвлекать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok.